Вот так, вот так, вот так, вот так шиншиллу мучают, вот так вот ее целуют, вот так вот они ее, вот так вот они ее любят, вот так вот они ее трясут. Привет, дорогие шиншилловоды или люди, которые хотят завести шиншиллу. Сегодня я вам расскажу возможные причины, почему ваша шиншилла не ручная и подскажу, как их избежать или как их решить. Избежать, если вы не купили еще шиншиллу, но хотите купить ручную. И если вы уже купили и вляпались, то подскажу, как решить. Все, дорогие мои подписчики, мы теперь сделали так, что теперь вы можете купить отдельно все полезности для шиншилл. То есть шиповник отдельно, отдельно яблочки сухие, гибискус, кукурузку, морковку, овес, листики березы, эхинацею, ромашку цветочками, календулу, расторопшу, которая очень полезна для шиншиллы, лист смородины и крапивку. Все это вы найдете в нашей группе ВКонтакте, на которую ссылочка есть в описании, можно, пожалуйста, не хватать меня за капюшон. Также мы продаем там шиншилл, продаем корм, полезный микс из этого всего, и вы найдете очень много интересной информации про наш питомник и про наших шиншиллок. Первая самая распространенная причина, почему шиншилла не ручная, это непонятно, где покупаете. Я много раз в своих видеороликах говорила, не покупайте шиншилл в зоомагазине, у участников, не пойми у кого, потому что меня все еще продолжают удивлять люди в личке. Какие заводчики, у которых по пять шиншилл, умные в кавычках и которые все все знают. В зоомагазине вам не скажут, какие мама-папа, какие они по характеру, какой мальчик по характеру, потому что в зоомагазин к ним шиншилл завозят. Я когда-то давно покупала шиншилл, я спрашиваю, какой возраст, а можете хотя бы маму-папу, а мы ничего не знаем, нам привезли и мы ничего не знаем. Болела, не болела, чем болела, из какого питомника, чем кормили маму-папу, его кормили, ну или ее, неизвестно. Это первый уже значок того, что этого лучше не делать. Далее, есть такие заводчики, которые совершенно не разбираются в шиншиллах, у которых совершенно нет опыта вообще. Я, конечно, понимаю, когда ты 10 или 15 лет занимаешься, но когда у тебя, извините, 5 шиншилл и ты занимаешься 10 лет, я считаю, это не опыт. Опыт должен быть какой-то, ну, правильный что ли, когда у тебя много шиншилл и ты занимаешься 10 лет, это другое дело. Потому что чем больше шиншилл в питомнике, тем больше шанс того, что питомник сталкивается с какими-то проблемами, с какими-то вот сложностями, и он начинает их решать. И начинает выбирать самых лучших шиншилл в разведении. У нас, на самом деле, очень много людей в комментариях пишут и спрашивают, как у вас шиншилла сидит на руках, а как у вас она такая ручная? Вот, пожалуйста, бушка. Бушка, сиди. Вот, на ручках. Вот. Сидит на ручках. Ручная шиншилла. Ну, конечно, она спрыгнет, потому что здесь не высоко прыгать, но если прям высоко на метр поднять, то она не спрыгнет. Поэтому мы в нашем питомнике стараемся самых ручных отобрать шиншилл, самых стрессоустойчивых. Наверное, самое важное это вот стрессоустойчивых. У меня некоторые шиншиллы, я хлопаю дверью, хожу туда-сюда, а они на боку лежат, представляете? То есть она вообще просто как удав спокойная. Вообще пофиг. Даже хлопнуешь усею. Вообще пофиг. Мил, это у меня такой стрессоустойчивый мышь. И причем это не самец, а именно самка. Она ляжет на бок, я хожу дверью, хлопаю, она детишек сидит, кормит. Действительно, есть такие ручные шиншиллы. Иногда попадаются дикари. Когда-то давным-давно, когда я покупала шиншиллы, я их скупала с Авито, у меня был такой прикол. Дикие шиншиллы, они на меня, мочой в меня стрелялись. Они меня кусали до крови, они могли развернуться и укусить. Они не шли вообще совершенно на руки. Если их на руки посадишь, они не будут на руках сидеть. То есть это ужасные шиншиллы для меня были. И я просто дала себе слово, что я буду разводить самых ручных, милых и стрессоустойчивых шиншилл. Все, я стремлюсь именно к этому. Хочу еще такую причину сказать. И есть место быть в этом видео, это дети. Это маленькие дети, которые вечно вот так, вот так, вот так шиншиллу мучают, вот так вот ее целуют, вот так вот они ее любят, вот так вот они ее трясут, за хвост вот так вот так берут, вот так делают. Сами понимаете, что это не есть хорошо для шиншиллы. Она потом будет бояться, во-первых, этих детей. И она точно у вас ручной не будет. К шиншилле, внимание, мы всегда руку снизу подкладываем, снизу, не сверху. Они боятся сверху, потому что за ними охотятся. Они вот так боятся. Надо вот снизу. Ладошечки, подставляем ладошечки. И желательно, чтобы мы к шиншилле подходили с каким-то лакомством. Но, внимание, пожалуйста, не с яблоками. Яблоко можно давать один-два раза в неделю. Груши сушеные, то же самое. Я имею в виду про лакомство. Например, вот у нас клиенты берут, например, ту же самую календулу. Там, например, листики березы, листики сморозы. Вы берете листик и даете ей в лапки. И тем самым это как бы... И для них много можно, листиков им много можно. Ну, все равно не перекармливайте. И для них это как бы как вкусняшка. И для них не вредно, понимаете? А вот яблоки, это фу, это вред, если хотите яблоком покормить, ну, один-два раза в неделю. А если хотите именно приручить, то купите, вот говорю, либо вот овес, там, морковку. Морковку три-четыре, там, кругляшка можно только. Либо вот листики. Листики это самое лучшее, что я вам могу предложить. Либо календула. Это прям, ну, максимально просто. Это в ручки берете и прям предлагаете шиншилки. И она будет так постепенно приручаться. А вообще у меня есть отдельное видео на канале, как приручить шиншилу. Ну, и сейчас я вам рассказала просто вкратце. Еще момент, почему шиншилла может быть дикой. Вы уделяете слишком мало внимания. То есть, сильно много тоже нежелательно, но именно дети, да, которые мучают. Вы как взрослый человек, если вы, например, меня смотрите не ребенок, то вы можете уделять ей внимание много, если вы прям там безумно вот так вот. Ее вот любите сильно, можете. Вы сильно забьете на шиншилу. Я имею в виду вот совсем забить, а то многие думают, что ой, я ей там мало шиншилы времени уделяю. Проблема в том, что если сильно замурована где-то клетка, что, ну, не видишь шиншилла человека, да, сама шиншилла пугливая, и вы еще ее вообще на руки не берете, не предлагаете ей никакие вкусняшки, а тупо ее кормите, через, если вы так будете на протяжении пяти месяцев ждать, вообще не подходить к шиншиле, не брать ее на руки, не предлагать ей лакомства, она может стать дикой. Да, это действительно так, это были у меня эксперименты такие, у меня сидела шиншилла в углу, давно этой шиншиллы уже нет у меня в питомнике, и она действительно вообще никак не приручалась, я к ней не подходила, лакомства не давала, это была моя колоссальная ошибка, поэтому я теперь всем говорю, если вы хотите приручить шиншиллу, ей нужно уделять немножко, но надо уделять внимание, но сильно гиперактивное внимание ей тут не надо уделять, потому что вы хуже тогда сделаете. Всех клиентов, когда они у меня покупают шиншиллу, я предупреждаю, это не ставьте на первое время домик, да его в принципе вообще не надо ставить, вот вы все норовитесь поставить в клетку тот дурацкий домик, у меня вопрос к вам, зачем? Смотрите, если вы поставите в клетку шиншилле домик, она спрячется в этот домик, особенно по первости, когда вы, например, первый раз завели шиншиллу, это будет ее территория, ее дом, и она с вами никак контактировать не будет, и, соответственно, она и приручаться не будет, то есть не ставьте домик, я всем это говорю, но почему-то все продолжают покупать эти домики за два косаря, как вам денег не жалко, так еще и шиншилла у вас не приручается. Давайте еще немножко развеем миф о том, что если вы заведете вторую шиншиллу, и вы думаете то, что, ой, она будет, наверное, отвлекаться там на своего там мужа, или на свою там жену, ну, как я это называю, ну, там, самца-самку, нет, это на самом деле не так. Если обе шиншиллы ручные, или хотя бы одна из них, она так и будет ручная, она будет в любом случае к вам лезть. Это, это, ну, это просто так будет, и все. Она не будет отвлекаться там на... Ну, конечно, она будет отвлекаться на самца, либо самку, но вам, как хозяина, она тоже будет внимание уделять в любом случае. Есть еще миф, что самки, они очень сильно агрессивные, и, типа, их лучше не брать. Нет, это неправда. Самки есть очень ласковые, например, в больных питомнике у меня очень много ласковых, вот, любопытных самок. Еще есть миф, что черные бархаты очень злые шиншиллы, черные шиншиллы. Они, типа, злые, они, типа, нет, это тоже неправда. Вот представитель черного бархата. Спокойная мышка сидит на ручках, но она, скорее всего, сейчас спрыгнет, да, потому что здесь стол. Это девочка черный бархат, то есть комбо. Ну, по-вашему, как вы все говорите, что черный бархат, самка злая. Нет, это неправда. Шиншиллы всех окрасов добрые. Все зависит от родителей, от родословной, и от человеческого ума, который разводит этих шиншилл, чтобы человек разводил именно ручных, и не диких шиншилл. Вот, что вам нужно уяснить сегодня. Малыш вас сегодня развлекал вот в этой клетке с Сильвией, познакомьтесь. Я на этом буду заканчивать. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете, конечно, их задавать в комментариях. Также можете посмотреть мое видео, как приручить шиншиллу. Там прям вообще я объясняла, как именно ее приручить. А это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ой, ой, ой. Ой, ты чего? Ты чего? Вот так вот. Давай. Концерт устраивал зрителям. Такой красивый. Все, иди домой. Иди к своей жене. Иди к своей жене.